Друзья, всем привет! На момент выхода этого видеоролика четверг, время 12 часов дня, и я к вам спешу с докладом по актуальной ситуации на рынке по продаже новых автомобилей. Напомню, что я вас держу в курсе о том, что в реале происходит с продажей новых автомобилей по Москве и России в целом. Сегодня я сделал актуальную подборочку по темам, о которых вам нужно рассказать, чтобы вы были в курсе всех событий. И прямо сейчас я это последовательно сделаю. Есть тайм-коды в описании, если вдруг кому-то интересно посмотреть, о чем поет речь. Но рекомендую выделить полчасика вашего времени и все послушать для того, чтобы вы владели реальной ситуацией на рынке. Потому что сегодня будут интересные темы. Также у нас будет очень интересный спонсор этого выпуска, который подойдет всем тем, кто ищет работу не в сфере IT, но продажник. Поэтому послушайте, не пропустите. Ну и собственно, прямо сейчас я вам расскажу реальную ситуацию дела на авторынке на конец апреля 2022 года. Без промедлений мы начинаем прямо сейчас. Погнали! Ну а начнем мы по традиции с конца. В последнем ролике на эту тему, который выходил в начале апреля, я рассказывал, что продажи у дилеров упали примерно на 90-95%. Это действительно так. Эти цифры актуальны. Кто его не смотрел, вы можете посмотреть, потому что ролик по информации актуален на сегодняшний день. 27 апреля, да и собственно на протяжении всего апреля, я общаюсь с дилерами, с менеджерами, помогаю людям покупать новые автомобили и собственно слежу за ситуацией. Вот на 28 число я задаю одному из менеджеров вопрос, ну как вот вообще в целом у вас картина по салону на апреле? Одним словом отвечает он печально. Вот собственно вот это вот ключевое. Вы вдумайтесь, дилер Шкода в Москве на 28 число выдал 8 автомобилей. 8 автомобилей! Когда обычно они выдают 80-100. И это как бы скажем так не самый крутой дилер, но сам факт того, что популярные тачки. И вот на основании этого я вам могу смело сказать, что в реале по всей нашей стране, вот действительно на конец апреля, продажи просели на 90% уж точно, у кого-то меньше, потому что вот в негатив мы добавим, что есть дилеры по Москве, например, в частности, да и по стране тоже, у которых мало-мальски продажи доедут. То бишь они продают машины с наценками, кое-как они отбивают свои планы по доходности, то есть такое тоже встречается. Но это просто счастье для таких дилеров. В большинстве своем все жалуются. На основании этого я сейчас расскажу вам некоторые детали этого рынка. Но общая картина, чтобы вы понимали, просто дно днищенское для дилеров именно. Что люди не готовы покупать автомобили по тем ценам, которые они задрали. И, как вы знаете, некоторые уже начали снижаться. Об этом мы тоже поговорим. Но сейчас я вам хочу сделать акцент интересный на вторичку. Общаясь с одним из менеджеров, который, собственно, давно работает в автобизнесе, И он говорит, смотри, какая картина. Когда все действия начались, дилеры массово начали закупать вторичку. То бишь принимали трейд-ин, просто предлагали людям выкуп. И многие приезжали, сдавали автомобили. И в силу того, что был какой-то хаос и ажиотаж, хотя вроде бы оказался автосалон, автобизнес, должны разбираться, понимать. Но ситуация нестандартная для бизнеса. И многие не понимали, как, что будет развиваться. И столкнулись с такой картиной, что, например, вторичные автомобили при дилере. Обычно там, например, 50 машин стоит. Набились площадки, и машин стало по 150-200. А их никто не покупает. Но вторичку дилеры выкупают за свой счет. И, соответственно, им не выгодно ни в коем случае, чтобы автомобили стояли. И он говорит, вот смотри, он показывает там на Мерседес на один. Он говорит, вот этот Мерседес в начале апреля мы пытались продать за 6 миллионов 200 тысяч рублей. В середине апреля мы его уже пытались продать за 4,5 миллиона рублей. На сегодняшний день, когда мы с ним общались, это было 23 апреля. Он говорит, 4100, пусть его заберут. И он прям делает акцент, что все те, внимание, кто хотят купить себе автомобиль с пробегом, ребята, отличная возможность именно торговаться. Все цены, которые вы видите на автору, которые пишут частники, все те цены, которые вы видите на тех же самых автору, авито, от дилеров, все это, можно сказать, вымышленная цена. Не надо думать о том, что если вы видите такую цену, что, ого, все, вот по такой цене придется покупать. Нет, они сами эти цены роняют. И самое главное, что он говорит, вот бывает ситуация, что люди приходят к нам в салон по той цене, которую они увидели на автору, например, но цена еще не обновилась там. То бишь на автору она висит там 6 миллионов рублей, но реально мы готовы отдать ее за 400. Как ты правильно заметил, за 7, за 6, X5 и там X6 они никому не нужны. Они просто стоят. Но дилеры не могут себе позволить, чтобы машины стояли. И они сейчас будут опускать стоимость до тех цен, пока люди не начнут их покупать. Если это Audi будут покупать, условно, да, вот этот пример, за 3,800, значит, ее купят за 3,800. Если за 3,800 на нее спроса не будет, то тогда ее будут опускать до 3,500. Если за 3,500 ее не купят, то тогда ее будут опускать до 3,200. Если за 3,200 ее не купят, значит, она будет опускать до 2,800. Пока ее не купят. Все. Здесь логика вот такая, она простая. Да, есть немало количество автомобилей, которые продаются в минус. Это действительно так, но особенно с пробегом. Но есть и машины, которые продаются в плюс. Сейчас тенденция такая, что машины с пробегом не покупают. И все. То есть просто рынок стоит по пробегу. Вот я сегодня общался с двумя начальниками на стрельни. Один говорит, мы выдали 43 машины, и другой говорит, мы выдали 40 машин на 22 число. С учетом того, что они продавали по 150-180 машин. И склады у них переполнены. Соответственно, они каждый день делают переоценки. Да, возможно, возможно, можно будет даже и откатиться до тех цен, если люди покупать не будут. Но сейчас рынок такой, именно по поддержанным машинам, что пока их не покупают, будет снижение стоимости. Как только людей будет устраивать цена, все, машина будет продана. Они всегда выставляют машины выше положенного. Ну, так сказать, прощупать рынок. То есть будет на нее спрос, не будет на нее спроса. Интерес какой-то со стороны подборщиков. Интерес со стороны покупателей в виде звонков, сообщений электронных, еще как-то. Если машина спроса, то есть, грубо говоря, у машины с пробегом есть срок ее жизни. Это неделя. Если за неделю по ней нормального движения нет, машина опускается в стоимости. И смысл в том, что если бы купили бы одну такую машину, ну, приняли, в смысле, там, одну, две, там, три, пять, как раньше, оборачиваешь, была высокая, да, допустим, 150 машин продали, там, 150 приняли, как бы, и всегда в районе 150 там склад. А сейчас-то ситуация другая. На складе 300-350 машин, а продают 50. А приемы идут, идут. Вот, поэтому до какой цены они откатятся, сказать сложно. Но ситуация такая, что машины сейчас относительно, там, последних условий, там, да, там, относительно последнего месяца с пробегом сильно подешевели. Поэтому наматывайте на УЗ все те, кто хотят купить автомобиль с пробегом. Должно быть должное терпение. Но в тот же момент вы покатаетесь, поищите машину. Если вдруг вы нашли подходящий для себя вариант, он вас полностью технически устраивает, и по цене вы договариваетесь, сидеть и ждать, что дальше будет выгодней, попробуйте. Ну, может быть такое, что, когда вы придете, там, через неделю скажете, ладно, я готов. А вам скажут, машина уже продана. То есть, здесь такая палка о двух концах. Как говорится, хороша ложка к обеду. Но сам факт того, что те цены, которые рисуют, никто эти шашлайки не берет. Не берет. Собственно, спрос рождает предложение. А спроса нет, соответственно, ценник идет вниз. Вот это очень важно. Запоминайте. Ребята, у меня для вас есть полезная информация, которая в первую очередь пригодится всем тем, кто длительное время в своей жизни занимался продажами. Но в силу последних событий, возможно, был сокращен, уволен и сейчас ищет себе новую работу. Вот слушайте, пожалуйста, внимательно. Есть такая компания, федеральная детская фотостудия «Сюжетная линия», которая дарит детям веру в сказку в наше непростое время. И это основная миссия их компании. Они уже представлены в 23 городах по нашей стране. И в месяц, вот вдумайтесь, они фотографируют порядка 400 детских садов. А это 18-20 тысяч детей. На рынке они существуют уже более 15 лет. И успешно развивались и боролись с различными историческими событиями в нашей стране. 2008 год, 2014, 2020, даже в пандемию им удавалось развиваться. И вот сейчас руководство компании приняло решение, что самое время развиваться дальше. И поэтому они ищут вас, хороших продажников. Идеальный портрет кандидата для них это мужчина или женщина от 35 лет. В идеале, чтобы было двое-трое детей. Как показывает статистика, чем больше детей, тем больше у человека желания стремиться добиваться поставленных целей. Есть свой автомобиль, есть опыт в продажах от 6 лет. В идеале, если есть опыт с холодными звонками, и вы занимали когда-то руководящую должность над продажниками. А сейчас самое время поговорить про условия. Агентский договор, оклада нет. Все как мы любим в продажах. Но есть хороший процент от 17 до 23 от общего вала. Вот сейчас, например, в регионах их продажники зарабатывают вилку от 60 до 200 тысяч рублей. Летом работы, само собой, будет чуть меньше. Но в любом случае будут дежурные сады, различные детские лагери. За лето вы сможете набить руку, а осень и зима – самое пиковое время, когда можно зарабатывать. Также весна. Суть работы проста. Вы проводите презентации по готовой базе из СРМ для детских садов. Задача ваша – продать услуги компании. Далее уже приезжает фотограф, делает фотографии, делает фотомонтаж. Это уже отдельная история. После чего вы им привозите только лишь готовый продукт и производите все расчеты по оплате. Но здесь очень важно понимать, что свой процент вы получаете сразу. Никаких задержек, никаких постоплат. Каждый кандидат проходит подробное обучение через специальный сервис. Видео, задания, аттестация – все это будет. А после чего у вас в любом случае идет поддержка центрального офиса до достижения результата и после. Вам всегда подскажут, если вдруг возник какой-то вопрос. Список городов, где сейчас актуально предложение, вы можете посмотреть по ссылкам в описании и в первом закрепленном комментарии. Внимание! Когда бы вы не смотрели этот ролик, это предложение актуально всегда. Они постоянно развиваются. Поэтому прямо сейчас переходите и смотрите. Там же вы можете оставить заявку и с вами свяжутся. В любом случае есть также дополнительный прямой телефон, по которому вы можете позвонить. Поймите, компания дает для вас живую стратегию, живой инструмент, как вы можете спокойно зарабатывать деньги. Да, придется побегать, да, придется потрудиться. Это называется работа. Поэтому все те, кто ищут новую работу для себя, пожалуйста, все подробности по ссылочке в описании. Удачи! Вот подобного рода информацию я сейчас активно публикую в телеграме канала. Активная ссылочка ждет вас в описании в первом закрепленном комментарии. Зашли прямо сейчас с телефончика. Тык-тык, вы подписали. Что вы получите? Туда я делаю регулярно публикации о том, по каким ценам машины продают. Все, что вы видите, ребята, подчеркиваю, в 90% случаев это действительно адекватная цена по рынку в целом. Вы можете просто понимать, по чем реально торгуются машины. Потому что многие менеджеры сами отмечают, что на некоторые позиции реально цены очень низкие. Я работаю только с официальными дилерами. Соответственно, предложение от неофициалов, вторичку я туда не выкладываю. То есть вы просто как минимум можете ориентироваться. Ну и плюс ко всему, когда кто-то что-то интересное рассказывает, я, бывает, выкладываю туда, и вы, собственно, будете владеть информацией. Спамом не занимаюсь. Буквально один-два раза в день могу что-то запостить. Поэтому информация будет полезна. Всех жду переходить, и в том числе и менеджеров по продажам, чтобы вы просто понимали, как другие торгуют. И, собственно, понижение все ждут. Все ждут понижения цены. А мы двигаемся дальше. Здесь такие вещи происходят банально, которые, с одной стороны, могут показаться. Падает покупательская способность. Вот, опять же, показываю вам один из роликов, который я выкладывал в Телеграм. Дим, хочешь покажу, что люди сдают, покупают хавалу? Вот, смотри. Ешка. 20-й год. Пожалуйста. Mitsubishi Eclipse Cross. 19-й год. Cayenne. 13-й год. Ладно. Discovery. 15-й год. Subaru WRX. Обычный WRX. 18-й год. Mercedes GLE, наверное. Ну, так, на вскидку. А, не, GLC. Извиняюсь. 20-й год. Купе. Ну, это Cayenne. Старенький. 9-й год. Ладно. Это у нас что, Терамонт, что ли? Да, Терамонт. 19-й год. Ауди А5. Купе. Красный цвет. 21-й год. Далее. Давай пройдем. Kia K5. Kia K5. 21-й год. Далее. Toyota Camry. Свежачок. 21-й год. Далее. Это что у нас? Volvo какая-то. Volvo маленькая. Не знаю, что за модель. Volvo плохо ориентируюсь. Так, это у нас что? Это CELTOS. Тоже свеженький. Менеджер также одного из китайских дилеров в Москве показывает, какие машины задают в 3D. Мерседесы, Аудюхи, Тойоты. Ну, действительно, свежие, хорошие автомобили. Хочешь задать вопрос, да? Ой, если такие машины задают и покупают китайцев типа Хавал, ну что, прям такая машина хорошая? Да нет, конечно. Люди покупают от безысходности. У кого-то автомобиль был в кредите, и он был уверен, что будет платить 3-5 лет и закроет его. Потом раз, работы не стало. Соответственно, нужно что-то делать. Машины сдают, перекрывают кредиты, забирают китайцев. Потому что для многих, когда они начинают смотреть рынок и анализируют, что можно купить, понимают, что нихрена ты не купишь. Я ни в коем случае не рекламирую покупайте китайцев, но сам факт того, что на сегодняшний день это пока одни из единственных, кто действительно начали снижать розничные цены. Так, например, я вам говорил, что Хавал, в Телеграме говорил, официально в апреле скинули по 250 тысяч с РРЦ на Хавал F7 и F7X, там 260 тысяч. Также они от себя сделали еще дополнительную поддержку 150 тысяч рублей. И вот сейчас они опять запустили льготную программу кредитования. С их стороны подвижки есть. Подобных подвижек, например, от Автоваза нашего нет. Ну, вы прекрасно знаете, что там наш он в кавычках. Вот. На основании этого многие люди начинают просто-напросто адаптируются под новые условия. Катался на Ешке, сел на китайце и поехал дальше. Значит, я вам вывожу на экран самые популярные бренды, которые продаются в нашей стране. Я могу сказать так, что невозможно выделить кого-то из них, у кого там мало-мальски дела идут хорошо. Но при этом есть дилеры и есть марки, которые продаются. Например, Ниссан. В силу того, что они сначала задрали наценки вообще в космосе, цена розничная, наценки подняли. А машин-то до хрена, как показывает практика, он списками, я вам говорил, и показываю списками, просто шлют от одного дилера от другого. То есть, по стране машин найти нужный автомобиль под себя в желаемой комплектации цвете и цвете сегодня реально. И это, в принципе, со всеми марками. За исключением какой-то премиалки. Факт. Как только начали убирать наценки, как только начали продавать автомобили по старым закупочным ценам, по которым покупали их, потому что некоторые машины 21-го года, вот всё то, что выгодно, действительно люди берут. Но при этом бывает такая ситуация, вот, например, Шкода Корок с передним приводом на автоматической коробке передач относительно популярный автомобиль. Изначально его выложили там, ребята говорят, вот 2 700 мы за него хотим. И с теми опциями, с которыми он продаётся, это, в принципе, ещё было плюс-минус норм на хайпе, скажем так. Сейчас они его пытаются продать за 2 100, то есть упала цена. Никто не берёт. Машины стоят и тишина. На основании этого, я вам так скажу, что вот очень часто люди спрашивают, а дай совет, вот что лучше делать, посидеть, подождать. Ребята, здесь всё идёт полностью на ваш страх и риск, как бы я не берусь советовать, я стараюсь лучше вот идти по принципу тому, вот как сейчас происходит, вот я вам так и рассказываю. Есть ребята, которые покупают автомобили, потом спустя там неделю-две вылетает такая же машина, но на 100 тысяч дешевле. А бывает такое, что покупают автомобили через неделю-две, всё, машины этих нет, там, 21 или 22 года, подвозят ещё, но они уже, опять же, становятся дороже. Поэтому ценник, он всё время скакчит вверх-вниз. На мой взгляд, если у вас там есть, допустим, определённая сумма, которую вы хотите потратить на автомобиль, пусть это будет там полтора миллиона, или это там 3 миллиона рублей, вы определитесь с машиной. Если вы нашли комплектацию, которая вам подходит, и она стоит здесь сейчас, и вы готовы её покупать, мне кажется, лучше так и сделать. Купить здесь и сейчас, и поехать. Поговорим немножко о работе у менеджеров по продажам. Как я рассказывал в предыдущем ролике, у многих из них оклада нет вообще. И сейчас, когда подходит месяц к концу, у некоторых нулевые продажи. Один из дилеров, это крупная сетка, они продают абсолютно разные марки по всей нашей стране. Человек мне прислал таблицу, общая такая таблица, где они составляют отметки, какой бренд, в каком городе, сколько машин продал. Там довольно-таки большая таблица. Я, к сожалению, показать её не могу, он просто попросил этого не делать. Но сам факт того, что на 25 апреля у некоторых дилеров продажа вообще просто ноль. Вот просто ни одной машины не продали. Даже взять вам, пожалуйста, Москву. Многим же покажется, о, в Москве это всегда лучше. Если не ошибаюсь, один из дилеров Mitsubishi, не буду тоже называть, бренд, это просто не имеет никакого значения. Факт. Две машины продали, и одна там какая-то третья болтается, то ли её купят, то ли её не купят. Ну, вдумайтесь, ну что такое две машины на салон за месяц? Ну, хорошо, бог с ним. Пусть они продают там четыре автомобиля, пять до конца месяца. Но это вообще жесть. И, соответственно, у многих менеджеров, в общении с ними, ты понимаешь то, что настроения стали депрессивными. Спрашиваю, куда пойдёшь работать? Один пытается сейчас торговать на Вайлдересе. То есть, он там мебель пытался продавать, не пошло, сейчас пытается вещами заниматься. Одна девушка, которая работала менеджером-продажам, обучилась, пошла делать брови. Кто-то уходит из девчонок наверняка делать ногти вот в эту среду. Ребята некоторые уходят работать перекупами, кто-то уходит работать в банковскую сферу, что-то связано с долгами. То есть, кто куда, по опыту, куда можно пристроиться, разбегаются. Короче, многие уходят просто-напросто работать. Точно так же, какими-то продавцами в другие сферы. Поэтому здесь для них ничего весёлого нет. Но есть те, кто сидят и держатся за работу, несмотря на то, что продаж нет. Да, и, естественно, надеются на лучшее. Вопрос, почему не пытаешься искать что-то ещё? Почёркиваю, я сейчас говорю про всю Россию. А у нас нет работы другого. У нас есть завод, например, в одном городе, 500 км от Москвы. Основная масса работает там. Ну и дальше уже по мелочёвке. Мы в салоне работаем, нас всё устраивает. Мы уходить-то не хотим. И надеемся на то, что сейчас как-то эта ситуация выправится. В общем, все надеются на лучшее. И общаясь с ребятами-менеджерами, я задаю вопрос. Ну а руководство-то что вообще по всему этому поводу говорит? То, что конец месяца ни хрена ничего нету. Руководители отделов продаж и вышестоящие все начинают нервничать и дёргаться. Потому что они тоже понимают, что их места начинают трястись. Так как вышестоящий, да там, генеральный директор. Ему пофигу. Чё там как? Работайте, продавайте, думайте, выкручивайтесь. Вот сюда немножко добавлю, что есть, например, в Москве один из дилеров «Шкода», с которым я работал и работаю. Там руководит отдел продаж. Вот они там шустрят по полной программе. У них ещё и точка так вот удачно расположена. То есть, они свои продажи выполняют, как бы доходность на месяц. Они, например, сделали 100%. И, соответственно, его там отправили на повышение дальше. Он пошёл другие салоны развивать. То бишь, здесь всё индивидуально. Но вот эти вот истории позитивные для продавцов, что вот продали, выполнили, всё здорово. Это 5% из 100. Реально. 5% из 100. Все остальные сейчас перебиваются и то. Вопрос, как долго они смогут держаться? Месяц, два, три. Потому что если начать смотреть прогнозы, те, кто раздают советы, как всё будет дальше, говорят, что самая жопа будет в экономике и в стране в сентябре, октябре. Вот тогда наступит. А сейчас пока что ещё и машины, во-первых, есть, есть что продавать. То есть, нет-нет, да какие-то машины выделяют под слив для того, чтобы что-то заработать, хоть как-то отбиться, деньги вытащить. Такое пока что происходит. Но что будет дальше, покажет время. Вот хочу немножко добавить ещё про кредиты и реальный спрос на них. Многие люди, опять, вот начинается эта история, когда людей начинают дурить. Вот дурить с кредитами. Я вам расскажу простой пример. Звонит человек 3 дня назад. Хочу купить машину. Машина стоит 5 миллионов рублей. Вот вдумайтесь, за 5 миллионов человек покупает машину. Заходит на неё с минимальным первоначальным взносом и кредит берёт на 7 лет. Ну, с желанием закрыть его через 2 годика. Ставку ему называют 19,9. Дают расчёты по кредиту. Я беру. Просто делаю простейшее движение. Всё как всегда. Забиваю параметры в калькулятор кредитный и вижу, что вот у него, например, в бумаге расписано, что платёж должен быть 75 тысяч рублей. Но по его вводным данным, это ставка, месяц, общая сумма долга, 65 тысяч. То бишь на 10 тысяч рублей меньше, ежемесячно. А 10 тысяч умножайте на 84, это 840 тысяч рублей. Салоны начали делать всё как обычно. Они расписывают основные параметры, что вот вы возьмёте на 5, на 7 лет, у вас такая-то ставка будет. Вот такой-то платёж. Они не пишут ключевое. Они не пишут, какую сумму вы берёте в кредит. Они вам пишут ценник автомобиля низкий, который в ДКП будет фигурировать. И таким образом люди, кто не понимает, что всё нужно перепроверять, тебя могут в наглую просто обманывать, они об этом не знают. Когда я ему это сказал, он пошёл в салон, начал задать вопросы. Мы сказали, ну да, здесь вот есть обязательный полис страхования жизни, здесь есть полис ГАП, в силу того, что у вас маленький... Ну, короче, выясняется, что вот так вот просто хотели на 840 тысяч рублей его натянуть. И таких, к сожалению, полно. Но, к счастью, многие, когда звонят и слышат, что реальная ставка честная, вот пустая, без наполнения, это будет примерно сейчас 25-35, в зависимости от срока и других параметров. Просто-напросто офигевают и от кредита отказывают. Собственно, есть даже официальная статистика, что сейчас кредиты банки просели по полной программе. Более того, опять началась вот эта история. За апрель мне позвонил, наверное, человек реально 15 с желанием купить автомобиль за 900 тысяч рублей. То есть, смотрите, как это происходит. Мне звонит человек, говорит, здрасте, вот вы там скидки, там поддержка при покупке, можете все помочь организовать. Вот я нашел Kia Rio X за 900 тысяч рублей. В Москве новую, 22-го года. Вот если я вам заплачу, сколько вы сделаете цену? В таких ситуациях я, как правило, стараюсь даже просто не разговаривать. Вот кто звонит, не сочтите за грубость. Но у меня нет желания, честно скажу, тратить время на вот такой разговор и подобное. Потому что если человек думает, что он нашел за 900 тысяч рублей Kia Rio X новую, и он думает, что еще можно сделать дешевле, здесь не нужно продолжать диалог. Как правило, я им сразу говорю, вас хотят обдурить, мошенники, но люди еще сомневаются. Они говорят, как это так? Нет, ну я звонил, я уточнял. И, соответственно, доказывать ему это себе дороже. Потому что в какой-то момент этот диалог может перейти к тому, что я дурак, я лох, я обманываю. Вот ты там ищешь скидки, вот здесь, пожалуйста, в два раза дешевле. Короче, зачем на это тратить время? На языке дилеров, менеджеров по продажам, есть такое понятие, как мотыль. Я когда узнал, было смешно, я как-то про это рассказывал. Это те люди, которые постоянно звонят, пишут, что-то пытаются узнать, но покупать они ничего не собираются. Просто я не знаю, для чего они это делают. Звонит человек, здравствуйте, хочу купить себе, вот X6 у вас был, я говорю, ну вообще-то я его не выкладывал, не было X6. Вот определенная ситуация вам рассказывают. Хорошо, а X5 есть? Я говорю, есть. А X7 есть? Есть. А 530 дизель есть? Есть. И потом типа, а вот Rapid, например, на автомате есть? Я говорю, есть. Я понимаю, что уже просто по опыту, что это просто пустая болтовня. А то, а это, а пришлите мне вот такую комплектацию, секую комплектацию. Еще добавлю про трейд-ин и вообще про покупки автомобилей с пробегом. Все то, что вы видите еще раз, да, автору Авито, это цены с реальностью не имеют абсолютно никакого значения. Рынок постоянно меняются, потому что бывают такие ситуации, что человек говорит, я вот был у дилера, мне оценили мою машину, я вам просто для примера называю, 2 миллиона 500 тысяч рублей. Я говорю, когда это было? В конце марта? Пожалуйста. Сейчас оцениваешься в конце апреля, тебе скажут не 2 500, а миллион 800. Вот просто как пример, чтобы вы понимали. Каждая сделка, она индивидуальная, ее нужно считать здесь и сейчас. Только тогда у вас будет общая картина. До сих пор люди верят в такое понятие, как скидка за трейд-ин. Я даже всегда стараюсь писать просто поддержка. Потому что если ваша машина стоит по рынку реально миллион, дилер у вас ее заберет за 700 и даст вам 100 тысяч рублей дополнительно. Ну и того 800. Соответственно, можете попробовать продать сами дороже. Еще хочу обсудить одну новость касательно поднятия цен. Вот как можно на самом деле людей дурить, держать постоянной паники? И как это, специальная или какая-то ошибка? Я выкладывал в телеграм-каналы и в сообщество Ютьюба, что была новость в РБК буквально вот несколько дней, ну там неделю назад от Автостата, что в апреле ряд брендов подняли цены. Например, показывают, там, китайцы их овал там подняли от 24 до 60 процентов. И по другим брендам так же проходится. Но на самом деле это не так. Вот вы будете читать новости, будете думать, блин, нихрена себе, Машков, например, рассказывает, что продаж нету, а тут официальные новости о том, что ценник все задирает и задирает. Да что такое? Да это же караул. По факту они немножко опоздали со статьей. Статья должна была выйти по-хорошему в марте. Потому что все те поднятия, которые они рассказывают, они были в марте, но не в апреле. А в апреле у многих уже начинается спад. В том числе на розничную цену и на наценки. Это тоже очень важно. Вот так вот, пожалуйста, можно читаться новости. И как бы случайно ты прочитал не то, что нужно. Поэтому держите ухо востро и учитесь анализировать любую информацию, которую вы проверяете. Прочитал? Возьми паузу, подумай, загугли, посмотри, позвони, пообщайся. Таким образом у тебя какая-то реальная картина нарисуется, а нежели так, что ты почитал и поверил. Короче, друзья, здесь говорить больше нечего. Для дилеров сейчас не самое лучшее время, да и для нас тоже. Потому что многие люди хотели жить дальше спокойной жизнью, иметь возможность покупать автомобили. Но, к сожалению, пока что для многих сейчас взята большая жирная пауза. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет дальше с ценами на автомобиле. Как будут вести себя многие заводы, которые пока что стоят на стопе и что-то там ждут. Указаний сверху. Будем следить, будем наблюдать. Еще раз говорю, подписывайтесь все на телеграм-канал, а там свежие полезные новости. Подписывайтесь на сам канал, потому что я буду держать вас в курсе всех событий. И дальше подобный сюжет выйдет в середине мая. Для того, чтобы мы могли понимать, как у них там после праздничков продажи. Но я думаю, в силу того, что май, после зимы, сейчас многие уедут немножко передохнуть на даче. В салонах будет вообще тишина. Ставьте лайк этому ролику, пишите ваши комментарии. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok